На краю мира таится загадка. Как люди древности, так называемые дикари и каннибалы, смогли пересечь свыше 25 миллионов квадратных километров океана в примитивных каноэ в ходе одной из величайших экспедиций в истории. Ученые веками гадали над этой тайной, но удивительные находки наших дней, способные поведать нам, кто были эти люди, откуда они пришли. И что самое поразительное, что они могли добраться до Америки на сотни лет раньше Колумба. Мир, затерянный в океане. Армия древних мореходов освоила просторы Тихого океана задолго до европейцев. Но все следы их самих и их родины казались потерянными до сего времени. Кто они были? Что с ними произошло? И в чем заключался их секрет? Остров Пасхи, затерянный в Тихом океане, отделяют от суши тысячи километров. Этот остров, также известный как Арапа-Нуэ, славен загадочными каменными извояниями. Но самая большая загадка – это его люди. Как они сюда попали? Двое ученых задались целью ответить на этот вопрос. Дурита Хольм, антрополог. Мы пытаемся выяснить происхождение людей, населяющих остров Пасхи. Кем были первые здешние поселенцы, и как они обнаружили один из самых далеких островов на Земле свыше тысячи лет назад? С Турла Эллингвог, историк. С помощью исследований ДНК мы надеемся разгадать часть тайн, окружающих этот остров. Мы разыскиваем старейших жителей острова, как их здесь называют, Пура – чистокровок, тех, чьи предки как по материнской, так и по отцовской линии были Рапа-Нуэ. С помощью их генетических образцов ученые надеются выяснить их происхождение. У вас очень сильная кровь. Да, да, хорошо. Мы только что взяли образец ДНК у женщины, у которой, судя по фамилии, очень интересное родовое древо. Надо будет его проследить. А отец вашего отца? Его звали Матьяс. Уйдут недели, чтобы собрать и проанализировать все образцы ДНК. Но ученых сразу заинтриговало то, что они услышали от пожилых островитян. Те рассказали, что их предки прибыли с потерянного острова континента Хива, находившегося в Тихом океане. Альберто Чавес, президент Совета Старейшин Рапа-Нуэ. Согласно легенде, когда континент Хива затонул, все жители уплыли с него. Сторла и Дорита намерены узнать правду об этих мореплавателях и потерянном континенте Хива. Вместе с другими учеными они намерены проследить их путь, выяснив, куда он приведет. Так интересно вести поиски на самом острове. Вот сюда. По словам старейшин, первые поселенцы высадились в этой части острова. Их возглавлял царь Хоту Матуа. Мы находимся на пляже, на который, согласно легенде, высадился Хоту Матуа. Хоту Матуа был родом с потерянного континента Хива. Тем временем другая группа ученых старается проследить тот же путь, начиная с архипелага в трех с лишним тысячах километров к северо-западу, Маркизских островов, части обширной территории Полинезии. Прошлое этих островов, как и острова Пасхи, овеяно тайной. Начиная от этого угла вниз на 50, а потом расчистить весь квадрат. Доктор Берри Роллетт уже 20 лет работает здесь, надеясь обнаружить древнюю родину полинезийцев. Давайте продолжим здесь. Кем были древние жители этих островов? Могли ли они колонизировать Тихоокеанские просторы? Мы снимаем верхний слой почвы, чтобы добраться до культурного слоя, который содержит артефакты, оставленные теми, кто жил здесь в прошлом. Он и его коллеги ведут раскопки одного из древнейших поселений в Восточной Полинезии. Возраст здешних находок свыше тысячи лет. Это что-то железное. Они могут пролить свет на таинственное прошлое жителей острова Пасхи и полинезийцев. Эй, Хио! А это что такое? Ролли читает, что Тихий океан колонизировали здешние островитяне. Отличная находка. Середина, конец 19 века. Находки вроде этого костяного украшения могут помочь ему это подтвердить. Этому место в музее. Но его теория противоречит устоявшимся представлениям. Первые европейские путешественники начала 18 века рассказывали о дивных зеленых островах со зловещей изнанкой. Земля каннибалов, дикарей, носивших черепа своих врагов как трофеи. Маркизские острова заслужили репутацию одного из самых чуждых цивилизаций мест на Земле. А их жители – примитивных варваров. Давайте спустимся и переправимся через реку. Самые зловещие события в жизни древних островитян происходили глубоко в джунглях. Религиозные церемонии с человеческими жертвоприношениями. Когда жрец требовал принести в жертву человека, люди отправлялись в соседнюю долину и хватали первого, кто подвернется. Это были жестокие ритуальные жертвоприношения, о которых было известно всем. Религиозные церемонии с каждым местом господинаниями. Буду желать их и надо Bu pessoal. Мясо жертвы поедали вожди и жрецы не в качестве пищи, а как некий аналог причастия. Каннибализм служил не для пропитания. Это было церемониальное, религиозное действие. Неудивительно, что первые европейцы приняли островитян за дикарей. У тех не было почти никакой письменности, никакой истории, и к тому времени они уже жили в изоляции, почти не путешествуя. Но доктор Роллитт нашел свидетельство того, что древние островитяне были куда цивилизованнее, чем мы представляли раньше. Вот здесь перейдем реку. Тайны древней цивилизации скрыты под покровом джунглей. Джозеф, давай тут немного расчистим. В прошлом Вайтаху была одной из самых густонаселенных долин. Сохранились свидетельства существования сложной социальной иерархии жрецов и вождей. Здесь находилась резиденция одного из вождей. Расчистишь эту пайпай? Это остатки каменной платформы, принадлежавшей вождю. Обратите внимание на размер камня в ее основании. Высота этой стены около двух с половиной метров. В данном случае размер имеет значение, потому что размеры камней и стен отражали статус человека, который здесь жил. Самые могущественные вожди возводили огромные каменные платформы, так называемые пайпай, на которых строились дома и проводились церемонии. Все это было частью сложной, упорядоченной общественной структуры. Каждый юноша, который жил здесь, обязательно проходил инициацию в форме сложной татуировки. Судя по находкам, чернила вводились в кожу с помощью инструментов из рыбьих или человеческих костей, или же акульих зубов. Пигмент для татуировок делали из пепла древесного ореха. До самой смерти история каждой битвы будет запечатлена на его теле. Для этого юноша его удивительное путешествие только начинается. В гуще маркизских джунглей Ролит сделал неожиданную находку. Джозеф, пойдем отыщем петроглифы. Вот сюда. Это здесь. А вот и петроглифы. Видишь? Два петроглифа. Во французской Полинезии обнаружился поразительный отзвук острова Пасхи. Петроглифы и тики – большие человекообразные статуи. Это одно из немногих урочищ с петроглифами в этой долине. Тики и петроглифы – наскальные рисунки. Пасхи изображают обожествленных предков. Голова была самой священной частью тела. Вот здесь мы видим изображение глаз тики. Эти петроглифы примечательны своим сходством с теми, что найдены на острове Пасхи. Помимо острова Пасхи, подобные гигантские тики встречаются только на Маркизских островах. Это интригующее связующее звено – первый намек на полинезийскую прародину. Но поиски доказательств только начинаются. На удаленной цепочке Тихоокеанских островов доктор Роллетт ищет доказательства своей нетрадиционной теории. Все квадраты углубляем до 75. Веками ученые считали, что древние полинезийцы были слишком примитивны, чтобы колонизировать удаленные Тихоокеанские острова. Прежде ученые считали, что далекие плавания были полинезийцам не по плечу. Если людей заносило на какой-нибудь архипелаг, они жили в изоляции и никуда не путешествовали. Ранее считалось, что древние полинезийцы заселяли лишь те острова, куда их заносило по воле волн и случая. Но Роллетт считает, что они были куда более развитыми. Это уже будет слой С. Почва тут заметно темнее. Они намеренно предпринимали длительные двусторонние путешествия в целях колонизации и торговли. Мы ищем археологические свидетельства межостровных плаваний и обмена. Это интересная теория, но необходимы находки, подтверждающие ее. Что там у тебя? Что вы об этом думаете? Необычная находка. Это морское животное. Пока не найдено ничего определенного. С этим слоем мы почти закончили. Но слой ниже выглядит многообещающе. Да, именно так. Замечательно. Самые интересные слои с наибольшим количеством артефактов расположены ниже, где они защищены от современных воздействий. Что-то есть. Похоже на крупную свиную кость. Сейчас осторожно выкопаем. Красота. Зарубки от разделки мяса почти незаметны. Видите? Эти царапины оставлены орудием, которым разделывали свинью. Эта кость найдена в слое песка более темного оттенка. Тот слой, что расположен выше над ним, содержит очень мало артефактов. Здесь же артефактов гораздо больше. Кости и уголь говорят о том, что нас ждут интересные находки. Рулет надеется на лучшее. Лишь немногие находки позволяют заглянуть в прошлое. И Рулет пока не нашел того, что искал. Но вот... Джекпот! Джекпот? Да. Что тут у нас? Крючок. Красота! Действительно джекпот? Это рыболовный крючок из морской раковины. Сейчас очистим. Мы редко находим на раскопках такие крючки целиком. Надо отметить, где найден этот крючок. Крючок, сделанный из раковины, первая значимая находка. Такие раковины распространены в лагунах. А на Маркизских островах лагун нет. Этот крючок попал сюда из другого места. Но откуда? До ближайшего отсюда острова с лагунами, где водятся такие моллюски свыше тысячи километров. Он входит в состав архипелага Туамоту. Как раковины оттуда могли очутиться здесь? Мы полагаем, что фрагменты таких раковин, найденные здесь на раскопках, могли быть завезены с островов Туамоту в процессе обмена. Начало положено, но возможность торговли между архипелагами еще нужно доказать. А поскольку каноэ прошлого давно канули в лету, сделать это непросто. Деревянные каноэ древних поленезийцев не сохранились в археологической летописи. Поэтому нам нужны иные доказательства плаваний и обмена между островами. Еще одна находка приближает ученых на шаг ближе к цели. Это древнее орудие труда, известное как тесло. Это было самое важное орудие в древней Полинезии. Нас особенно интересуют каменные тесла. Вот превосходный экземпляр. Полинезийцы использовали их для обработки дерева. Обычно они поменьше. Это весит не меньше 4,5 килограммов. Рулет выяснил нечто неожиданное об этих теслах. Как выяснилось, более половины тесел, найденных нами в нижних слоях, сделаны из камня, который был привезен на Тахуату. На этом острове нет камней, из которого они сделаны. Как и крючки. Их привезли из другого места. И ученые предполагают, откуда именно. Если их происхождение подтвердится, это станет неопровержимым доказательством длинных торговых плаваний. Рулет пригласил вулканолога доктора Джона Синтона присоединиться к его работе. Нам нужно было найти каменоломню, где были добыты эти камни. Их предшественники пытались отыскать ее, но безуспешно. Рулет и Синтон отправились на остров Иао. Этот удаленный необитаемый остров расположен в сотнях километров от места раскопок. Но ученые считали, камень отсюда может совпасть с их теслами. Ясным утром вертолет высадил их на далекий остров. Мы спрыгнули на землю, и пилот сообщил нам, что вернется через пять дней. Рулет и Синтон углубились в лесную чащу Иао. Воды и провизии у них было всего на пять дней. За Иао закрепилась репутация острова невезения, населенного духами древних. На четвертый день поисков, так ничего и не найдя, ученые совсем выбились из сил. Мы осматривали склоны гор и поверхность плато в поисках каменоломни. Нам было нечего пить, нечем помыться. Мы были грязные, как свиньи. Сплошная полоса невезения. И тут они устроили привал. За день до возвращения вертолета мы проламывались сквозь небольшое ущелье, и там мы обнаружили место, где когда-то делали тесла. Возможно, это как раз то, что они искали. Источник древних каменных тесел. Когда мы начали копаться в кучу осколков камня, мы поняли, что это дебитаж, отходы, скопившиеся за долгие годы изготовления тесел. Осколки выглядят похожими, но нужно доказать, что они совпадают. Рулет с Синтоном отвезли их в лабораторию, чтобы проверить свою гипотезу. Это камень с острова Иао. С археологической точки зрения он представляет собой ядрище. Камень, от которого отщепляли заготовки для будущих тесел. Доктор Синтон сравнивает ядрище Сеяо с теслами Рулета. Ему нужно расплавить камень и проанализировать его химический состав. Химический состав индивидуален, как отпечаток пальца. Если артефакты, найденные в разных местах, имеют идентичный химический состав, скорее всего, у них единое происхождение. Расплавленный камень прессуется в стеклянные диски, позволяющие проанализировать его состав. Анализ дал потрясающий результат. Камень из каменоломни идентичен по составу с артефактами, найденными на острове Тахуата. Мы имеем полное совпадение. Это неопровержимое связующее звено между двумя островами. Мы все-таки нашли каменоломню. На Эао находился крупный комплекс по изготовлению тесел, которые импортировались на Таити, Туамоту и Мангареву. Идентичные тесла, найденные на Маркизском архипелаге и острове Таити, обозначают регулярный торговый маршрут, протянувшийся на сотни километров, куда дальше, чем представлялось ученым. Открытие Ролета и его коллег изменило устоявшееся представление о древней Полинезии. Это было важное открытие, потому что оно подтвердило существование морских маршрутов, связывавших Маркизский архипелаг и другие острова французской Полинезии, то, что мы сейчас называем восточно-полинезийской прародиной. Тесла — вещественное доказательство целенаправленных двусторонних, плаваний на длинные расстояния. Теперь, когда выяснилось, откуда взялись тесла, Ролет возвращается в маркизские джунгли в поисках еще одного связующего звена. Тот камень, на котором ты сейчас стоишь, служил для заточки тесел. Отойди на пару шагов, я его расчищу. Вот место, где тесла заканчивали свой путь. Это точильный камень, служивший для полировки и заострения тесел. Заготовки для тесел делали на Эй-Ау. Затем, не подвергая финальной обработке, их привозили сюда. Их затачивали и полировали уже на острове назначения. Узкие бороздки служили для полировки лезвия и граней. А вот такие плавные углубления для полировки более широких поверхностей. Обычно точильные камни находятся на территории поселений, потому что заточка тесел отнимала много времени. Обычно люди занимались этим, сидя дома. Теперь, когда известны исходные конечные пункты пути, проделанного теслами, вырисовывается новая картина жизни островитян. Это кардинально иное представление о полинезийском обществе. Вместо изолированных сообществ мы можем наблюдать активное взаимодействие. Коммуникацию. Открытие Рулета указывает на то, что доисторические сообщества полинезийцев были куда более развиты, чем думали ранее. Теперь ученым предстоит ответить на вопрос, бывали ли они на острове Пасхи, и что скрывается за историей охота Матуа и потерянном континенте Хива. Старейшин острова Пасхи верят, что их предки прибыли с древнего континента Хива. Легенды описывают Хиву как землю лесистых отвесных скал, покрытых татуировками воинов и воинственных племен. Из-за конфликта между племенами там разгорелась война. Вождь Хоту Матуа воодушевляет своих воинов на битву. Они воюют за власть над островом, сражаются за свою родину. Вождь Хоту Матуа и его войско терпят поражение в решающей битве и вынуждены бежать. Хоту Матуа должен найти новый дом своим людям. И тут верховному жрецу снится далекий остров, лежащий там, где восходит солнце. Хоту Матуа понимает, чем скорее они уплывут, тем меньше его людей погибнет. Он отправляет экспедицию на поиски острова привидевшегося жрецу. Такую легенду рассказывают на острове Пасхе. Но могли ли древние полинезийцы с Маркизских островов преодолеть тысячи километров по открытому океану? Были ли у них подходящие лодки? Специалист по реставрации лодок Бона-Луи пытается ответить на этот вопрос. Разрабатывая это судно, мы изучили древние маркизские модели военных кануэ. Опираясь на знания, которые веками передавались изустным путем, Луи построил современную реплику традиционного деревянного кануэ. Согласно рассказам, форма кануэ повторяла очертания листа кокосовой пальмы. Лодка имеет хороший ход, потому что по краям она изгибается, а самое дно у нее плоское. Кануэ делают из особой местной породы деревьев. Идеально подходящие для длительных плаваний. По легендам, в древности здесь строили лодки из сосны Уру. У нее легкая и устойчивая к морской воде древесина. Боно-Луи вырос на Маркизских островах за 3000 километров от острова Пасхи. Что удивительно, он слышал те же легенды, что там рассказывают. Легенды о потерпевшем поражении племени, пустившемся в далекое плавание. Согласно легендам, некоторые племена не ладили друг с другом. Они воевали. Тем, кто терпел поражение, приходилось уплывать на поиски новых земель, начинать новую жизнь. Здесь их ждала смерть. Им не оставалось ничего иного, как садиться на Кануэ и спасаться бегством. Это побуждало их искать новые острова, где можно было бы поселиться. Беглецы грузят все необходимое на Кануэ. Последний штрих – священный камень Схивы, который они повезут на новую родину. И вот Хоту Матуа и его племя пускаются в грандиозное путешествие. Путешествие через тысячи километров по открытому океану. Они бросают вызов непогоде, штормам и палящему солнцу, отправляясь в неизвестное. Кануэ станет им домом на многие недели. Суши на их пути нет, так что пресной воды и пищи будет не хватать. При недостаточных запасах провизии в море поджидает опасность. Если не будет дождя, не будет и пресной воды. Это опасно. У них с собой лишь запас кокосов и рыба, что они смогут поймать. Они часто ловили акул, потому как те быстро клюют на приманку. Это очень опасное занятие. Окруженные опасностями, ведомые надеждой на далекую землю за горизонтом. Такова история этих островитян. Боно-Луи собирается на практике проверить один из ключевых фактов. Годится ли для морских путешествий его реплика старинного каноэ? Боно-Луи также известен еще один ключевой факт. Остров, с которого он отчалил, издревле именуется Хива-Оа. Согласно карте 300-летней давности, составленной таитянским жрецом, слово «Хива» изначально входило в состав названий многих островов в этом регионе. Именно это название упоминается в легендах жителей острова Пасхи. Слово «Хива» стало связующим звеном в культуре островитян маркистского региона. Неужели ученые все-таки отыскали мифический потерянный континент? То, что древние полинезийцы бороздили южные моря, не подлежит сомнению. Но ученых издавна интересовал вопрос, могли ли они совершать дальние плавания, например, до острова Пасхи. В конце концов, Тихий океан покрывает треть поверхности Земли. Многие историки считали, что полинезийцы пересекали океан по воле случая, когда сбивались с курса. Долгое время считалось, что древние полинезийцы были слишком примитивны, чтобы целенаправленно заплывать так далеко. Но кое-что свидетельствует об обратном. Это традиционная схема океана, составленная из палочек. Тонкие полоски кокосовых листьев, связанные вместе, обозначают морские течения. А прикрепленные к ним мелкие ракушки — острова. Эта карта была одним из аргументов, убедивших Берри Роллета в том, что древние полинезийцы совершали далекие плавания с целью колонизировать найденные острова. Согласно новой теории, заселение Полинезии было не случайным, а систематическим и целенаправленным процессом. Прежде специалисты считали, что пересечь Тихий океан было невозможно по двум основным причинам. Во-первых, ветер. Путь на остров Пасхи пролегает с запада на восток. Но тропические ветры в Тихом океане дуют в противоположном направлении, с востока на запад. Вблизи экватора это преобладающее направление ветров, и из-за них многие считали такое плавание невозможным. Но Роллет отметил, что в определенное время года ветры меняют свое направление. Сегодня необычный день. Обычно ветер дует со стороны гор, а сегодня он дует со стороны океана, с запада. Прежде ученые смотрели лишь на преобладающее направление ветров, не принимая во внимание сезонные перемены. Эти сезонные ветры называют вестовыми, и любой древний мореплаватель знал о них. Вестовые ветры дуют периодами. Полинезийцы дожидались их, чтобы попасть туда, куда иначе добраться трудно. Это позволило бы каное Хоту-Матуа плыть на восток с попутным ветром. Но была и другая загвоздка. Навигация. Как они находили сушу в бескрайнем океане без компаса или иных приборов? Найноа Томпсон из полинезийского общества путешествий стремится найти ответ. Я твердо уверен, что навигация у нас в крови. Волна идет. Они намерены доказать, что их предки были способны пересекать Тихий океан в оба конца. Ставим главный. Полегче там. И у них были соответствующие способности к навигации. Поворачиваем, давай. Томпсон мастер навигации. И потом нужно развернуть каноэ вот так. Он один из немногих людей, которые постигли секреты древней навигации по звездам. Микронезийский навигатор Мао Пяйлук освоил это мастерство благодаря знаниям, передававшимся из уст в уста свыше трех тысяч лет. Он был учителем Томпсона. Всему, что мы делаем на этом каноэ, нас изначально обучил Мао. Как люди древности ориентировались в Тихом океане? И как в бесписьменной культуре передавались маршруты и направления? Томпсон считает, что посредством того же древнего искусства навигации по звездам, которое мастер Мао спасал от полного забвения до конца своих дней. Мао не стало, и он внезапно больше не может взойти на эту палубу. После смерти мастера Мао, Найно Томпсон остался одним из последних носителей древних знаний. Когда мы выходим в море и заводим разговор о навигации, это не пустое интеллектуальное упражнение. Мы прокладываем курс. теперь Найно Томпсону осталось доказать, что эти древние знания позволяли его предкам пересечь тысячи километров по открытому океану и добраться до острова Пасхи. Члены полинезийского общества путешествий пытаются доказать, что их предки могли совершать длительные плавания в открытом океане задолго до изобретения компаса. Давайте поставим паруса. Тяни на себя. Томпсон положил целью продемонстрировать, что его команда способна ориентироваться в море в отсутствии современных приборов, опираясь на древние знания. Первую половину ночи мы будем держать курс на Таити, будто собираемся плыть туда. Потом возьмем обратный курс на Гавайи и вернемся домой. Как и у их предков, у них нет современных навигационных приборов. Прежде всего, им нужно научиться читать ветер. Ветры, дующие на больших расстояниях, создают океанскую зыбь. Коллега Найноа, Кайл Ланни Мерфи, прекрасно ориентируется по ней. Чтобы определить направление зыбе, нужно встать лицом к восходящему солнцу. Если волны идут со стороны восходящего солнца, значит, это восточная зыбь. Позже, когда солнце поднимется выше, вы можете ориентироваться по ее направлению. Волны ощущаются лучше, когда они проходят под каноэ. Каноэ будет переваливаться на океанских волнах, и если вы научитесь чувствовать это движение, вам будет легче им править. Команда держит курс на юго-восток. Они держат это направление по волнам, как это делали их предки. Если курс верен, то волны с юго-востока будут двигаться им навстречу, поднимая сперва нос, а затем корму, прокатываясь под каноэ. Если они сойдут с курса, волны будут бить им в борт, поднимая сперва одну сторону каноэ, а потом другую. Так движение каноэ подсказывает навигатору направление. Привыкнув к покачиванию каноэ, вы сразу замечаете, когда характер его движения меняется. Если оно начинает иначе переваливаться на волнах, значит, вы идете не тем курсом, который наметили изначально. Ветры и волны только начало. Основной ориентир появляется ночью. Подобно своим предкам, Найноа запомнил подробную карту звездного неба. Но сможет ли он с ее помощью отыскать путь на необъятных просторах океана? Традиционный звездный компас древнее изобретение. Насколько мы знаем, ему три тысячи лет, для него не нужен магнит, его не спрячешь в коробочку. Его даровала нам небо, сама природа, в его основе звезды, восходящие из океана и заходящие в океан каждую ночь. Навигаторам древности приходилось запоминать точки восхода и заката буквально сотен звезд. Чтобы легче запоминалось, они создали в своем роде памятку – в путь они хорошенько заучивали звезды. И в открытом море звездное небо служило им путеводной картой. Ночь – очень интересная пора. Это самое лучшее время суток и в то же время самое худшее. Когда небо ясное, как сегодня, у нас сотни ориентиров, позволяющих очень точно держать курс. Точки восхода и заката звезд помогают определить направление. Итак, куда мы движемся? На юго-восток? Юго-запад. Ночное небо куполом накрывает Землю. Этот купол вращается вокруг Земли. Неподвижное каноэ находится в центре купола, в то время как мир и звезды смещаются вокруг него. Тем же подходом руководствовались создатели современной системы GPS. Мы должны поименно знать около 220 звезд. Это те звезды, что восходят на востоке и заходят на западе. Но спустя несколько часов Томпсон забеспокоился. Он заметил, что они сбились с курса. Посмотрите на Камакуа Нуи Омауи. Видите три звезды? Линия, проходящая через них, указывает на юг. Камакуи Нуи Омауи, полинезийское название созвездия Скорпиона. Тысячи лет навигаторы древности ориентировались на это созвездие по пути на юг. Нужно менять курс. Когда эти три звезды в Скорпионе располагаются вертикально, они указывают путь на Таити. Нам нужно подать к востоку. Ставьте кормовой парус. Мы ставим кормовой парус, чтобы изменить направление. В данном случае ветер снесет нас к востоку. К Таити нужно свернуть примерно на 25 градусов. Команда надеется, что они приняли верное решение. Приняв решение, нельзя вернуться назад и поменять его. Что сделано, то сделано. Впереди будет новый выбор, новый рассвет, новый закат. Этот выход в море повторяет часть куда более длительного плавания, недавно предпринятого Томпсоном. Он хотел проверить, сможет ли он доплыть от Маркизских островов до острова Пасхи, полагаясь только на древние методы навигации. Он и его команда справились с этой задачей всего за шесть с небольшим недель. Это плавание стало тем доказательством, которого недоставало ученым. Доказательством, что Хоту-Матуа мог доплыть от Хивы до острова Пасхи, что его путешествие может быть не просто легендой. Я не возьмусь утверждать, что Хоту-Матуа сопровождал нас плавание, указывая нам путь. Но могу с уверенностью сказать, что мы прониклись духом его достижений, и это придавало нам сил. Для нас было большой честью проплыть тем путем, которым плыл он. моих предки исследовали просторы этого водного мира, преодолевая огромные расстояния, больше, чем представители каких-либо других культур. Мы начинаем понимать, какими умными, сильными, отважными и находчивыми были наши предки. Эта гордость за наше прошлое помогает ощутить гордость за наше настоящее. Открытие острова Пасхи древними поленезийцами одно из величайших достижений в истории географических открытий. Но некоторые ученые считают, что это было лишь началом. Возможно, древние поленезийцы достигли берегов Америки за сотни лет до Колумба. Постепенно из разрозненных фрагментов складывается единая картина путешествий первых поленезийцев. У этих древних мореплавателей были необходимые средства и знания для колонизации Тихого океана. Но есть ли свидетельство того, что они доплыли до острова Пасхи и дальше? Доказательство этого кровь самих островитян. Получены результаты исследования ДНК на острове Пасхи. Последний фрагмент мозаики. Мы взяли образцы крови у 21 из старейших жителей. Не терпится узнать результаты. Цель определить происхождение жителей острова Пасхи, а также откуда прибыли их предки. Анализ образцов был проведен в Норвегии. Вопреки мнению большинства ученых об их происхождении, сами жители острова Пасхи считают, что прибыли с земли под названием Хива. Наша работа с ДНК призвана пролить свет на этот вопрос. Полученные результаты привели Сторлу в восторг. Наша работа подтверждает, что их предки прибыли с центральной полинезийской прародины. Это то доказательство, что они искали. Жители острова Пасхи действительно прибыли из Полинезии. Хотуматоа или один из его земляков на самом деле пересек океан. Многие предполагали это, но только сейчас это смогли доказать. Генетический анализ преподнес дополнительный сюрприз. Двое из наших образцов дали интересный и неожиданный результат. В глубинах своей генетической истории они содержат южноамериканскую ДНК. Это может свидетельствовать о еще более дальних плаваниях. Эти результаты позволяют предположить, что полинезийцы побывали в Южной Америке за сотни лет до Христофора Колумба. Это интригующая теория, что полинезийцы на несколько веков опередили Колумба. Но может ли наука это доказать? На Маркизских островах Берри Рулетт обнаружил неожиданное свидетельство в пользу этого. Ботат. Ботат указывает на масштаб плаваний полинезийцев. Сейчас он растет по всей Полинезии, но родом он не отсюда. Он родом из Южной Америки, так что в Полинезии он был интродуцирован. Как он сюда попал? В отличие от кокоса, который плавает на волнах и, проведя многие месяцы в морской воде, может прорасти на берегу какого-нибудь острова, упавший в море Ботат просто утонет и сгниет. Чтобы он попал из Южной Америки в Полинезию, его должны были сюда завезти. Обугленные остатки Ботата были найдены в Полинезии. Культуру выращивали тысячу лет до нашей эры. Прежде ученые считали, что Ботат в Полинезию завезли жители Южной Америки. Но благодаря находкам рулета и экспедициям полинезийского общества путешествий выяснилось, что у полинезийцев имелось все необходимое, чтобы пересечь океан в оба конца. Это все изменило. Теперь мы полагаем, что именно полинезийцы добрались до Америки и привезли обратно Ботат. Полинезийцы контактировали и вели обмен с островами от южной части Тихого океана до Южной Америки. Они были великими мореплавателями своей эпохи. И у них была центральная прародина, то, что жители острова Пасхи называют Хива. Но эта прародина отличалась от общепринятых представлений. Хива действительно существовала, просто прежде ученые искали ее не в той форме. Это была прародина, откуда шло заселение острова Пасхи, Гавайского архипелага и Новой Зеландии. Остров Пасхи, Гавайи и Новая Зеландия образуют три угла полинезийского треугольника. При площади свыше 25 миллионов квадратных километров это крупнейшая историко-культурная область в мире. Европейцы и американцы, живущие на континентах, считают своим домом сушу, но полинезийцы считают своим домом море. Они представляли себе мир как бескрайний океан с рассеянными по нему островами. По мнению Рулета, Хива была центральной прародиной, откуда древние полинезийцы создавали свой водный континент. Хива не являлась континентом как таковым. Это была группа островов, связанных маршрутами морских путешествий. При площади свыше 25 миллионов квадратных километров полинезийский треугольник был бы третьим по величине континентом планеты, но он был обречен на исчезновение вместе с прекращением дальних плаваний. Исчезновение континента, так называемое затопление, было попросту прекращением межостровных контактов, приведшим к изоляции островов. Факты складываются один к другому. Просто невероятно. Древние полинезийцы пересекали Тихий океан, самый обширный океан в мире, за столетия до Христофора Колумба. Выходит, легенды жителей острова Пасхи имеют под собой основания. Их предки были великими мореплавателями, совершавшими одни из грандиознейших путешествий своего времени, пролагая связующие маршруты между островами, разбросанными на просторах Тихого океана. Полинезия – это морской мир, это край воды. С этой точки зрения океан не разделяет нас, а наоборот, объединяет. Океан – это торный путь наших предков. Автор сценария и режиссер Деван Чивис. Фильм озвучен в студии СВ Дубль по заказу ГТР.